Всем здорова! Сегодня у нас разговорное видео, потому что произошла очень неприятная ситуация, которую расскажу дальше, потому что для начала расскажу о том, что скоро мы хотим поехать в отличный скейт-тур, в места, где открыли новые скейт-парки. Запорожье, само собой, потому что там открыли офигенный деревянный скейт-парк, крытый, так что там даже можно зимовать типам, которые живут в Запорожье. И даже я буду туда приезжать вместе с Русланом и типами, потому что парк там действительно вроде как нормальный, но нужно туда поехать. Следующий парк в Кривом Роге, бетонный, открыли, я в шоке, блин, ребят, потому что открывают везде какие-то прикольные парки, кроме места, где я сейчас нахожусь, Киева. Блин, столица. Те скейт-парки, блин, хотя бы один нормальный. Нет? Нет. Кстати, скейт-туры у нас будут благодаря букмекерской компании 1xbet, у которых самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые надежные выплаты и самые профессиональные сотрудники. А также, ведя мой промокод ВладОСПА, закреплен на ссылке в комментариях, вы получите бонус до 6500 рублей. А теперь немножко математики. Смотрите, население в Киеве 3 миллиона, население в Запорожье 700 тысяч, население в Кривом Рогу 650 по состоянию на 2017 год, сейчас может быть 700, неизвестно точно, но, ребят, как минимум это в несколько раз меньше, чем в Киеве. Но в Киеве нихуя не строят, а в Запорожье и в Кривом Рогу в одном городе крытый скейт-парк, а в другом новый, бетонный, офигенный. И там, кстати, я в Кривом Рогу видел еще деревянный есть нормальный. Ну, типа, охуеть. Да, ну как бы зачем, да, у нас же есть стрит-споты. Почтовая, Гангадзе, Маруха. Типа, зачем нам в скейт-парке? Только стрит и хондачи, на которых ты учишься прыгать и разбиваешься. Типа, яйцами садишься, да, Руслан? Ноги ломаешь, пластины себе ставишь. Зато в Киеве хорошая медицина, Руслан, ты знаешь, типа, ну да. Да, блин, ну а если без приколов? Типа, ну реально это жестко. Но сейчас мы не об этом, потому что, да, скейт-парки, конечно, классная штука, когда они у тебя есть в городе. Запорожье, кстати, реально вас поздравляю, потому что я думал, что в Запорожье просто никогда не будет нормального скейт-парка. А там есть один, которому лет 10, он просто в хламину уебан, и над ним не ведутся никакие работы, не хотят его улучшать и так далее. Но крытый, блин, построили вообще кайф. В Днепре офигенный крытый скейт-парк. Короче, блин, вы уже сами все знаете, я уже снимал видос по скейт-парке. А вот теперь, сейчас будет самое интересное, это про Харьков. Там есть три парка, один из них бетонный, который недавно построили, другой деревянный с асфальтовым покрытием, и ему уже, ну, много лет, насколько я знаю. И третий мы в нем видос снимали, это крытый скейт-парк, и по поводу него сейчас мы поговорим, вы как раз по названию видео уже поняли. В общем, ребят, захожу я позавчера в Инстаграм, смотрю, такой, что за хуйня? Типа, что-то горит, типа, ну, в истории, в рекомендации. Такой, думаю, что это может быть, похоже на фигуры. И потом смотрю, блин, так это же скейт-парк в Карькове. Ну, короче, вот представьте, скейт-парк на территории завода, и его кто-то умышленно поджег. То есть скейт-парк сгорел не сам, типа, это не какая-либо случайность, а специальный умышленный поджег. Каким образом? Почему? Кто это сделал? Типа, зачем? Внимание, короче, да, это правда, до сих пор не хочется верить, но скейт-парк сгорел. Произошел поджог, ведется следствие, сгорело больше 70% фигур, то есть 30% парка, это, считайте, ничего того, потому что он очень маленький по факту. 30 секций сгорела, рампа, электроинструменты, акустика и набор нового освещения. И также три самоката. Это самое страшное. Самокат железный, а как он сгорел? Над скейт-парком также пострадала крыша, окна и проводка, то есть сейчас там нет освещения, там оно и тогда было плохое, потому что, помнишь, мы катались, там, ну, было, откровенно говоря, гавное освещение, ничего не видно, там, ну, все на честном слове держится. Подготовка к сезону шла полным ходом, благодарим всех за поддержку, очень много звонков и сообщений, не успеваем всем ответить. Ребята, мы не отчаиваемся, теперь предстоит поработать больше. Мы не знаем, каким парк будет дальше, но мы сделаем все возможное, чтобы у вас была нескучная зима. То есть есть вероятность, что скейт-парк установят, и, блин, это будет очень круто, потому что реально обидно. Там офигенный бетонный флет, крутые фигуры, ступени и так далее, офигенное место для прогресса зимой. А его бас взяли и подожгли какие-то ублюдки. А это крытый скейт-парк на территории завода, вот это ж надо было еще туда прийти, блядь, поджечь его и уйти. Каким-то образом его никто не заметил. Типа, блядь, Карл, серьезно? Типа, прям, ну, не верится. Типа, ну, это пиздец. Творица какая-то максимальная ебала. Мы, значит, собирались приехать в Харьков хотя бы на недельку зимой, потому что там офигенный скейт-парк. Пофиг, что там, возможно, холодно, потому что, ну, как бы, чуть ли не открытая территория, правда, под крышей. Но, типа, это завод, там, отопления толком нет. Но мы думали такие, там, реально поврываться. Руслан бы там поснимал. У нас все, по кайфу было бы. Он бы, конечно, плакал, потому что, ну, как бы, блядь, катать не может. На самом деле, у меня ощущение, что это карма, потому что там, короче, ступенька была с таким стыком, короче. Я когда на три, сколько там, три ступеньки, на три ступеньки запрыгивал, зацепился за эту хуйню колесом и ебнулся, что у меня, короче, синяк был на полу ебала. Это, короче, карма, за эту хуйню эта ступенька сгорела. Все остальное, это так уже, типа, последствия. Также там ребята оставили свои реквизиты для тех, кто хочет помочь восстановить скейтпарк быстрее. Они, конечно, насколько я знаю, ну, в принципе, должны справиться. Но для того, чтобы процесс шел быстрее, они просят ребят, те, кто хочет, помочь им. Я оставлю реквизиты их скейтпарка в описании. Можете скинуть туда по рублю, по гривне, типа, и нормально будет. Я думаю, это им будет, как минимум, приятно и нормальная помощь. Потому что скейтпарк хороший, какие-то ублюдки взяли его и подожгли, а нам теперь негде кататься, понимаете, да? Поэтому нужно как-то его останавливать и надеюсь, что все будет чики-пуки. Этот момент, когда сгоревший парк в Харькове, более функционирующий, чем обычный рабочий скейтпарк в Киеве. А, чувак, там же шперила есть. Реально, перила-то не могла сгореть. Ну да. Тем более она большая, классная. Да ты что? Ну, блин, ребят, честно говоря, это нормальные сейчас затраты будут у ребят, потому что, ну вы представьте. Ладно, там фигуры, типа, ты за них, допустим, заплачешь определенную сумму, но еще рабочая сила, которая должна все это сделать и сделать это все правильно, а не так, что пришел бухой челик, такой, а, давайте, бля, скейтпарк вам построил, как на троещине, а там такой забабахал. Охуенно будет. Да, вот, типа, главное, чтобы такой херни не было. Был же штроль парк в Киеве. Я вот сейчас тупо вспомнил. Он находился на станции метро, блин, гидропарк. Был офигенный парк, полностью из дерева, ну, крутые фигуры, он небольшой был относительно. Потом его переместили то ли в Вишневое, то ли куда, короче, куда-то за Киев. Я забыл, поселок. И, короче, там его кто-то взял и поджег. Пол скейтпарка нахуй сгорело, а остальную часть они просто утилизировали, насколько я знаю. Но, блин, обидно. Перенесли скейтпарк просто в место, где ни одного скейтпарка нет. И потом там тоже взяли какие-то типы и подожгли его. Но там этот скейтпарк находился на открытой местности, а этот, сука, прям в голове не укладывается. На территории завода, и там его кто-то поджег. Ну да. Как? На заметку людям, которые, короче, строят скейтпарки или проектируют, я не знаю. Строите только бетонные скейтпарки, их невозможно нажжечь. Максимум затопить водой, это такое уже. Жизнь малина. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оцениваем видео. Лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока.